Попов Александр Степанович, русский физик, изобретатель радио, родился 16 марта 1859 года на Урале в семье священника. С детства он увлекался техникой, любил мастерить различные игрушки, строил самодельные насосы и водяные мельницы, причем старался придумать что-нибудь оригинальное. Успешно окончив университет, в 1883 году Александр Степанович принял предложение дирекции минных офицерских классов в Кронштадте и стал их преподавателем, совмещая эту должность с педагогической работой в техническом училище морского ведомства. На своих лекциях об электромагнитных явлениях Попов высказал смелую по тому времени мысль о возможности использования электромагнитных волн для передачи сигналов на расстояние без проводов. Лекции сопровождал он демонстрациями приборов собственного изготовления. Одним из первых Попов обратил внимание на работы Генриха Герца, экспериментально доказавшего существование электромагнитных волн. В результате опытов и тщательных исследований, проведенных вместе со своим помощником Петром Николаевичем Рыбкиным, Попов добился того, что его приемник стал принимать электромагнитные волны через расстояние. В течение зимы 1892-1993 годов Александр Степанович создал достаточно мощный передатчик для разрабатываемой им системой телеграфии без проводов для военно-морского флота России. Передатчик был создан на основе вибратора Герца с индукционной катушкой, искровым разрядником в сосуде с маслом и с антенной в виде двух квадратных металлических листов. В качестве чувствительного к радиоизлучению элемента Попов предложил Кагерер и применил звонок не как активный встряхиватель Кагерера, а как активный элемент схемы приемника. Молоточек, ударея по чашке звонка, фиксировал прием сигнала, а при обратном ходе встряхивал Кагерер, обеспечивая этим готовность системы принять следующий сигнал. 7 мая 1895 года Александр Степанович на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге сделал научный доклад о своем изобретении и продемонстрировал сконструированный им прибор для приема и регистрации электромагнитных колебаний. На этом заседании он осуществил первый в мире сеанс радиосвязи с передачей и приемом длинных и коротких сигналов, элементов азбуки Морзе, и их фиксацией звонком приемника. Приемник с антенной в виде вертикального провода длиной 2,5 метра отвечал колебаниям, произведенным большим герцевым вибратором на расстоянии 64 метров. Для осуществления радиотелефонной связи необходимо использовать высокочастотные колебания. Для передачи звука эти высокочастотные колебания модулируют с помощью электрических колебаний низкой частоты. В приемнике же из модулированных колебаний высокой частоты выделяются низкочастотные колебания. Такой процесс преобразования сигнала называется детектированием. В 1899 году Попов совместно с Рыбкиным и Троицким впервые опробовали радиосвязь с использованием воздушного шара, а в мае этого же года провели испытания системы радиосвязи между кронштадтскими фортами. Таким образом была создана первая в мире практическая линия радиосвязи Попова между островами Кутсалу и Гогланд. После успешных опытов на Балтике и Черном море наступило время серьезного практического испытания. И в ноябре 1899 года радиотелеграф Попова сыграл свою первую практическую роль при снятии из камней броненосца береговой обороны генерал-адмирал Апраксин, потерпевшего аварию в районе острова Гогланд. В январе 1900 года в Балтийском море унесло на льдине 27 рыбаков. К ним на помощь вышел ледокол Ермак, получивший приказ по радио. С этой гуманной акции началось практическое использование нового средства связи. Велико значение трудов нашего соотечественника Попова. Именно он первым оценил огромное практическое значение электромагнитных волн, сумел поставить их на службу человеку и тем самым положил начало новой эпохи мировой науки и техники. Наш народ с 1945 года отмечает 7 мая как День радио, после постановления правительства об ознаменовании 50-летия со дня изобретения радио Поповым. Также учреждены золотая медаль имени Попова, присуждаемая ученым за выдающиеся научные работы и изобретения в области радио, и нагрудный значок «Почетный радист», которым награждаются лица, способствующие своим трудом развитию радиотехники, организации радиовещения и телевидения. Именем Попова названы астероид и кратер на Луне, а также Военно-морской институт радиоэлектроники, Омский радиозавод, школы и улицы в разных городах России. Субтитры создавал DimaTorzok